Прошла очередная встреча в формате выездной администрации. На вопросы Люберчан ответили профильные заместители главы, представители управляющих компаний и ресурсоснабжающих организаций. На этот раз собрание проходило в школе номер 28. Какие проблемы волнуют жителей, расскажет наш корреспондент. Алексей Куканов подошел к блоку архитектуры. Дело в том, что жители улицы Вертолетной ждут начала строительства физкультурно-оздоровительного комплекса. Площадка для возведения уже подготовлена, но к стройке не приступили. В 2016 году купили здесь первую квартиру. Район нравился тем, что он будет бурно развиваться. И одно из обещаний застройщика и администрации, что здесь будет физкультурный комплекс. Вот пришел задать вопрос, когда его построят. В текущем году мы начнем строительство ФОКа. Это будет ФОК с ледовой ареной. Самолет уже подписал определенные обязательства с инвесторами. Соответственно, в конце 2025 года мы этот объект сдадим. Встречи в формате выездной администрации помогают люберчанам ускорить решение проблем. Результаты уже порадовали жителей дома 28 на улице 8 марта. Они добились установки шлагбаума на дворовой территории. В этот раз пришли с предложением по благоустройству. Благодаря участию непосредственно главы администрации были внесены изменения в локальное законодательство. И мы добились своего. Действительно, двор теперь принадлежит нам. Ну, не юридически, а фактически. В данный момент мы хотим согласовать проект благоустройства. Вот сейчас с головой общался, обещал содействовать. Ни одно обращение не останется без внимания и ответа. Узнать о предстоящих встречах можно на официальном сайте администрации или в социальных сетях.